Здравствуйте, Евгений. Ну что ж, последнюю неделю Техас стал центром такого международного внимания. Все-таки как кризис между властями Техаса и федеральными властями, по вашему мнению, сказывается на простых жителях штата? Здравствуйте. Меня слышно? Слышно, слышно. Супер. Да, смотрите, на самом деле есть такая поговорка, что проблема Соединенных Штатов Америки не бесходит никого больше, чем жители России. И вот эта ситуация вокруг Техаса очень сильно охарактеризовала это событие, вот эту поговорку, потому что на самом деле я об этой ситуации узнал, как и многие мои русскоязычные друзья, находящиеся вот где-то в Техасе, узнали от своих родственников или друзей, находящихся в России. О том, что здесь какая-то прям серьезная ситуация, о том, что все так вот как бы страшно и может быть война или какое-то вооруженное противостояние. На самом деле, по крайней мере, вот в моем городе, в Остине, это так же, как в крупных городах Далласе, Хьюстоне, все совершенно спокойно. Эта тема не интересует в принципе никого, то есть никто из американских моих знакомых или друзей никак этой темы вообще не касается. То есть эта тема абсолютно проходная, абсолютно проходная. Почему это происходит? На самом деле тут нужно посмотреть немножко вдаль, это конец 2024 года, когда будут выборы президента. И сейчас Байден, как и демократическая партия, в принципе, вероятно могут одержать, как сказать, вернее, наоборот, не одержать победу, а как бы проиграть. Потому что сейчас республиканцы сильнее и сильнее их кандидаты. Поэтому мне кажется, что это чисто политическая история, которая произошла и которую в принципе намеренно сейчас раздувают губернаторы республиканских штатов. Потому что посмотрите, кто основные участники. Во-первых, Байден решил напасть на Техас, на Грега Эббота, который, во-первых, крупный политик, который с 2015 года возглавляет штат Техас, который до этого был судьей, прокурором в Техасе, главным прокурором. То есть это человек с юридическим образованием и политик уже как бы со стажем. Плюс Техас это второй по величине штат, это крупнейшая экономика среди республиканских штатов и вторая экономика в Соединенных Штатах Америки после Калифорнии. И по населению это также второй штат после Калифорнии, самый населенный штат среди республиканцев. Давайте посмотрим, кто его поддержал. Его поддержали, например, из основных штатов, кто его поддержал, это Флорида. Флорида это также республиканский штат. Вы наверняка знаете, что до последнего времени губернатор штата Флорида, Де Сантец, собирался даже баллотироваться в президенты. Лично мое мнение, что он был бы очень неплохим кандидатом. Но, к сожалению, вот, видим, что-то поменялось и он сошел с гонки. Вот, поэтому я считаю, что это республиканская история, в которой республиканский пиар своей партии на выборах президента в большей степени, чем администрация Байдена. Я думаю, что администрация Байдена, честно говоря, опрометчиво решила включиться в эту историю на данном этапе, потому что фактически сейчас она получает пинки, грубо говоря, от Техаса и от республиканских штатов. И эта история ничем не закончится. То есть, поясню, да, смотрите, поясню немножко. У многих жителей нашего постсоветского пространства, там, России, Азербайджана и других, есть понимание, что президент это, ну, такой, как бы, абсолют, абсолют во власти. В Америке это немножко по-другому. В Америке действует децентрализованная система, и каждый губернатор штата, каждый мэр имеют очень широкие свои возможности, как политические, так и какие-то административные. Здесь возникла такая существенная проблема, потому что Техас поставил эту колючую проволоку на границе с Мексикой своего штата. Но суд сейчас постановил, что, тем не менее, это граница федеральная, то есть это граница государства, и государственная граница все-таки определяется администрацией федерального уровня, а не местного уровня. Но вот Грег Эббот решил не причиниться, и я думаю, что это было вызвано как раз-таки именно политическим действием и пиаром своей партии на будущих выборах президента, в первую очередь. То есть он что сказал, вы можете как бы снимать колючую проволоку, но мы поставим как бы новую колючую проволоку, там, в больших даже, там, размерах. И другие штаты присоединились к нему, там, поддержали Флорида, вот сейчас появились новости, что Айова собирается усилить свою, там, какую-то южную границу. Вот, то есть сейчас происходят такие события, которые, в принципе, на мой взгляд, плохо отразятся, конечно, для Байдена, для администрации Байдена, как для будущих участников президентской гонки. Это ни во что не вылится, то есть никакого военного противостояния однозначно не будет, этого, ну, даже представить себе нельзя, более того, еще раз это подчеркнуть, это абсолютно местечковое значение. То есть в американской повестке этой новости не придается значение, ее никто не обсуждает, и никто даже не может себе такого предположить, чтобы там Байден вел какие-то там войска, снимать какую-то несчастную политику. Евгения, а как вы все-таки считаете, чем вызвана вот такая низкая поддержка Байдена? Ну, смотрите, на то достаточно много причин. Наверное, первая из них, и в принципе, как бы, не то чтобы первая по значению, но одна из имеющих значение для американцев, это действительно количество нелегальных беженцев, которое очень сильно выросло, там, в треть уж точно, со стороны мексиканской границы. Ну, безусловно, это, там, представители Мексики и каких-то там различных других южноамериканских государств. Хотя, надо сказать, что с 2022 года усилилось и количество, так скажем, жителей стран СНГ, постсоветского пространства, которые таким же образом переходят, как бы, границу. Вот, и, конечно, администрация Байдена не справилась с этим. Клиса беженцев очень сильно выросла, как я уже сказал, и это, конечно, имеет определенный эффект. Это также, безусловно, низкая поддержка администрации Байдена вызвана экономической ситуацией в стране. То есть, нельзя сказать, что экономика как-то там в Америке терпит крах или что-то такое, или ей грозит дефолт, как иногда, опять же, на наших каналах любят нам про это сообщить. Но, на самом деле, нет, конечно, но, однако, и сказать, что здесь экономика, как она, например, была, даже при том же Трампе, там, конечно, нет. То есть, например, просто приведем элементарный пример, что для обычного среднестатистического американца имеет максимальное значение. Это то, какую ипотеку он платит, то есть, вернее, какой процент по ипотеке он платит. Если во времена Трампа, ну, опять же, это, конечно, была пандемия, и процент был существенно ниже, потому что была оказана невероятная просто поддержка от американского государства к простому населению, но, тем не менее, этот процент был в районе 2%, обычно он в районе 3-4%, а сейчас он в районе 7%. То есть, конечно, вот эти изменения, экономические изменения, они, безусловно, ударили, опять же, по Байдену, по его шансам, так скажем, да, да. Ну что уж, понятно, спасибо большое за ваш комментарий, Евгений Пивоваров, бизнесмен, автор YouTube-канала. Начали сначала, к нам подключался. Спасибо.